приветствую всех на канале фан клуба товар шестая серия прохождение за карфаген рим тотальной война ремастер а вылазка из карфагена на нумидийцев военачальник так я наверное не буду трогать фалангитов из них обойдемся их просто не пополнить скажем так греческие наемники вот бы их сюда завлечь все стреляет все будет убегать ладно широким фронтом построить бегом военачальник марш марш отряды отряды а вот эти скутариев точную копию мечников берийской пехоты но только разные щиты и пиумы наборе и в но и и и и Забелись! Приходов! Стоять! Скорее! Скорее! Забелись! Стоять! Уходим! Нормально! Военачальник! Одна, два, грузы! Невероятно! Копейщиков разбили! Почему? Как могли вот эти нумидийские метатели дротиков разбить копейщиков? Что за бред? Блин! Уж они какие-нибудь там качаны-перекачаны? Как там? Ничего у них такого нету! Да ты будешь двигаться или нет, а? Два раза же щелкну! Так, ну все! Это было какое-то недоразумение, то что я вижу два отряда опрокинутия! Военачальник! Они отступают! Очевидно! Оно! 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 Сравним показатели! показателям за счет лычки все на димбал выше все понятно но это они в бою мне кажется получили гену индийский полководец не вижу вот он похожий модель все это достаточно жертвовал собой вместо того чтобы вести свое войско к неминуемому поражению ну все давай заканчиваем до завершить потери жесткие конечно были в общем в африке нужно делать акцент на кавалерию ну медиана со стрелковой быстро и короче приход здесь и вот и будет неудобно действовать так деньги то есть какие есть все мы переобучаем и берем конницу пока такую так здесь тоже какой-то какая-то жесть просто но тут у нас еще более-менее приказы конец и много ждать моего приказа отряды бои начальник конец на прикрытии отряды уходим пехота двести координации отряды уходим стрельба подготовка отряды двигайтесь бегом а и 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 в прошлое битве я очень сильно растянула отряда я помню что это имеет значение все-таки глубина строя должна присутствовать специально шагом их передвигать чтобы сил не тратить набегаются так но для меня главная опасность это кавалерия и и и быстрое пока стал в башне в надежде что может они меня атакует но нет этому не бывать спокойно спокойно подходим отряды 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 из четырех человек огрызок где-то они уже с кем-то дрались скорее всего с ребенка ну и 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 бросай 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 родной да я не понял они бросили по итогу или нет отступать вот очевидно отступать вот так сюда да не того нажал нож как обидно почему такие потери я не могу понять но я же пехотинцами воюю против застрельщиков почему такие потери посмотрите в пол отряда у мечников уж точно схирали хочется спросить мне блин такие адские потери это они так накидали но явно же не в ближнем бою правильно вроде сблизились быстро не дали им особо пострелять то вот он капитан что-то меч пропал бак графический смотря они отступили но не всего лишь на небольшую дистанцию этот полководец отличный враг он бежит если смысл убивать его да неприятный противник под него нужно определенный состав конечно подбирать данную мидию надо выпиливать короче я считаю посмотрим что будет делать египет может быть они тоже с ними завоевать вообще мне мне было бы выгодно иметь здесь буфер такой да ну и либо забрать и подарить египту что улучшит наши отношения а здесь все забирать надо будет создавать армию возможно под предводительством вот этого почтенного гражданина бурха сколько ему лет они уже староват ну может быть и может быть так восстановили мы плюс все равно очень много потеряли денег видимо да не видимо точно очень большие большие прибыли были от торговли с нами идеи ну правильно мы с ними основном ограничим да неприятно надо будет строить конюшни уверен пока водец бурх получил ну вот он сидел почти всю жизнь фапсе дел не было ратных так вот здесь мы можем надолго застрять с другой стороны эта армия чем она может помочь что мне на континенте африканского до нас тут да ничем им копейщиками лезть на на стены это конечно два хода до так а сколько пехоты раз два три четыре пять пять приказы думаю так вот поступить здесь что не достали так здесь идет переобучение кавалерию мы нанимаем этот отряд надо тоже переобучить и нанять здесь будем от кавалерии работать пока у них нету нормальных войск так мой повелитель в горах драться не хочется конечно но что делать приказы маккучий полководец авторасчетов здесь точно не будет но так противник покажись но спрятать с весом они отходы вот и в 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 и вд Куда это они уходят? Нет, они перестараются. Отступить они не могут. Они уже отступили. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Они все отступают и отступают. Так, можно и до края карты их двигать. Продолжение следует. 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 так а вынести даже не вздумайте стрелять этот полководец отличный враг он не стоит он бежит если смысл убивать его вражеский полководец он пожертвовал собой вместо того чтобы вести свое войско поражение но у меня достал враги трусливы так добил я их победа твой повелитель еще на переправе стоит левкон но у нее прям какие-то огрызки мой повелитель их мой повелитель какая ерунда то чуть-чуть не хватило я передам да нечего передавать поль мира что за регион средний регион но вряд ли тут что-то будет интересное по деньгам для торговца давайте просто посмотрим 29 ну да в общем здесь оставим торговцев в александре имеющие все что только доставить корабли готовы чем могу вам помочь а тут может быть нумидийская флотилия вот опасность какая может быть так ну все значит сдаем да давайте положим конец кровопролитию так испания хочет прекращение огня а какой смысл мне в этом смотрите с галлами они уже не воюют они богаты ну смотрите мы можем принципе мы можем да с ними договориться каким образом взять них денег чуть-чуть да развернуть армию на юг в сторону гибралтары переправиться через него и там уже воевать против ну медиа кавалерию в кордубе мы можем нанимать да может быть это в этом есть смысл какой-нибудь плату с них небольшую так сделать единочную это предложить надо запросить сделать единочную выплату что так быстро все можно и побольше можно и побольше но они богатые здесь главное не период что так быстро открывается свиток как будто какой-то глюк ну давайте посмотрим будьте по-вашему далее может быть следовало еще увеличить ну ладно лучше как говорится синица в руках чем журавль небе пять тысяч неплохо мятеж ты что где ё-моё так но наместник в регионе можно поставить на ремонт ну и сразу здесь городские казармы заложим так а у нас дипломат вот да торгуются блин им надо было еще бы с ними торговлю на время еще бы денег получили бы ваш покорнейший слуга я передам ваши слова мой повелитель так ну ладно заезжай сюда здесь идет починка поэтому не можем ничего не нанять не переобучить ну ладно это не страшно вот вход я подожду и готовы а потом переправимся посмотрим так мне еще нужен разведчик нигде его нанять не могу могу вот здесь так вот здесь предлагать не сделал переобучение а там видимо кузня разведку мы сделаем ну вот отлично с деньгами то она куда лучше так карфагене так карфагене сильнейший отряд карфагена нанимаем пехотный правда к нему достаточно быстрый доступ храм четвертого уровня не 5 казармы там какая-нибудь но вот это условно или то это или то в рамках ростера карфагена например с греческими спартанскими гоплитами они не сравнятся у них нету два двух здоровья за это там 2 хп здесь обычный отряд умеет строится фаланга улучшение при сражении с кавалерией высокий боевой дух 10 отличная выносливость могут устраивать подкопы вот собственно и все нижний бой хороший доспех шикарный прям 11 навык защиты 7 это будет с лучками расти так но мы в любом случае продолжаем найм кавалерии нам нужна конная армия так здесь нам нужен наверно кораблик здесь нам нужна конюшня ну вот деньги почти ушли вот этот откуда взялся гад мой повелитель ну вот он гад однозначно еще один ход ждем я такое надеюсь не хватит этих сил пехота не очень сильная для таких задач как штурм приказы вот что у него там могучий полководец мой повелитель берем приказы хотелось бы испробовать вот этих стрелков посмотреть на них но я возьму болиарских поворачников и мечников и мечников пускай сам атакует так кавалерию я отдам приказы фабс если что они ударят вернуться в сторону карфагена все достается хочу бурхом воевать вот в америкар будет у нас здесь управленца мне вот уже пять значит он большой доход дает так в рублях количество отрядов показано так а где мне флот где у меня флот а здесь а давай посмотрим что там высадил высадил давай его потопим не он не потонет отступил посмотрим что ну здесь понятно силы сената будут здесь просто тупо стоять сенат пассивен никогда никуда не ходит он только чисто обороняется переобучение в основном командир наемника без сальт но его передавать смысла нету почти у всех есть так или иначе кто-то уже о подходящий муж мутумбал 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 а хорошему что посмотрите командование 4 обручение с а это обручение с мутумбала зовут его хильстбал и косий берем перемирие а ну и отлично он еще у нас приказы чудесно 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 так ну и что-то надо построить было бы конечно но денег не осталось опрашивается казарма конечно но я буду что-нибудь вот поставить здесь в очередь нельзя поставить без денег канализации какие-нибудь вот это все хрень надо мелкую надо потихонечку инфраструктуру устраивать город крупный а потом уже все остальное так торговец готовы поднять паруса плыви аккуратно а с другой стороны упрешься ты но медийский флот все от него не убежишь корабли готовы жду жду вашего приказа так может быть башню поставить деньги то есть как раз на это дело на будущее вот так подсветим так здесь конница нанимается да да но следующий ход должен быть событийный забыл забыл да на этом правитель назначенный плывет целей солды силя здесь гарнизон держу ну относительно конечно но если сюда поставить приплывет и ничего не поможет так агент спрятался да а вот этого шпиона газдрубал аллерия мы сюда направим так готовы поднять паруса готовы поднять паруса поплывем в таком составе так здесь у нас есть это флот отлично здесь мы я сразу туда в испании все сделаю дела деньги остаются тут нужно кавалерии побольше давай стрелку а стрелку в принципе я как наемников могу нанять но миди их там очень много должно быть так здесь у нас что-то построилось казармы да так пока не тратим деньги у нас карфагене еще не строится но мы кстати возможно сейчас возьмем миссану и разграбим ее если возьмем конечно так этого товарища мы будем забирать я хочу в италию закинуть чтобы видеть что там вообще происходит корабли готовы ставить паруса ставить паруса вот пожалуйста что нас ждет в ближайшей перспективе корабли готовы да нужно воспрепятствовать продвижению этой армии на сицилию но для этого нужно вычислить вычислить флот так ладно здесь давайте всякие вот эти вещи начальные почитаем доклад лилибия расширился а это значит казармы второго уровня можем строить сейчас подумаем после штурма там денег больше будет сейчас подумаем после штурма там денег больше будет еще одно сеглядата я могу нанять могу да будет так а вот здесь я могу нанять отлично тогда не надо в принципе тут я более-менее подсветку имею а с другой стороны пускай их будет два один будет работать здесь другой ниже мы пока подкопим силы перед тем как начнем атаковать плюс вторая оси армия будет со стороны гибралтара действовать философия стоиков арестон хиоски начал проповедовать стаицизм эта философия получила свое название от первого портика афинской агоры по-гречески сто по икеле именно там собирались и просглашали свои идеи стойки дурные чувства наподобие зависти или гнева возникает из сложных ложных суждений человек достигший нравственного интеллектуального совершенства не будет подвержен таким чувствам так свадьба торжества феодеков сборщика налогов взял 1 влияние 5 повышения налоговых сборов война греки и селивкиды понятно так что еще так здесь великий слышу слышу значит у египтян экспансии будет серьезные достаточно они тут вообще фавориты в любой компании они восток почти весь подчиняют ну по крайней мере ближний восток вот здесь все вообще конкретно закрашивает так ну все по моему осталось то произвести штурм мой повелитель это будет конечно интересно 4 башни 1 таран поехали так я расставился буду штурмовать вот эти два участка миссаны здесь таран две башни на левом фланге слоны будут пытаться пробить ворот я вот не знаю стоит это делать или нет ну наверное стоит поскольку я не уверен что атака на стены башнями хорошая идея пехота слабовато поэтому подстрахуйся ну вот теперь смотрим отстроились тут римляне неплохо ну чё у них всего два города наверное скорее всего больше ничего не захватывали деньги им по уровню сложности и так капают конечно в ремастере города выглядит мое почтение никакое сравнение с оригиналом особенно стены посмотрите как классно сделаны ваше осадное башню а тут один слом будет бить да 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 ваше осадные башни уже у вражеских стен одна условная потерял будет открыть доступ в город забыл эту штуку сделать сейчас есть эффекта ни какому-нибудь слона уберу слонов ваши осадные башни достигли стен ах ты блин теперь враги не смогут больше прятаться за своими шам таран не дошел пока все идет неудачно слон такой щи что тупят да ну нахер потерял я слонов короче ну по не попробуешь не узнаешь я думаю не посильнее ворота долбит но это конечно можно использовать только на ранней стадии а первый уровень второй уровень города где там чистокол здесь конечно уже когда льется масло кипящая у слонов никаких шансов ну как мы видим ну одну радует все башни дошли посмотрим что это даст вот по итогу ворота пробить не удалось интересно они придут себя в боевом безуме так слышал скрип падающего мостика вот он так давай сначала закроем башню а потом поможем нашим товарищем справа вашим людям удалось подняться на стены теперь путь к победе совершенно ясен да не подожди ты господи бежать впереди поезда захватили давай обратно быстрее так здесь сюда передвигаемся одну башню захватили так теперь здание за ворота захвачена отлично ну чтож побежали прачников нам через башню будут заводить так но и здесь можно заходить до так но и здесь можно заходить до так но и здесь до надо их окружать спускайтесь пошли по ним стреляют да о натиск даже сделали на но не в преимущество так здесь тоже началась сечь где слоны так не просил копейщики не преследуем так ну все отлично я вижу результат удовлетворительно слонов конечно жалко а вот она еще у нас задача какая давай сюда и и и и и и и и и 110 на 110 давай все-таки сюда так захватили еще башню не понимаю куда они идут сюда же поставлен задачу пешь здесь победа залетай ну вы чё ебанутый что короче просто в атаку возможно какие-то модельки застряли на стенах ничего не могу поделать блин вы так нужны так ладно отставить точно и на стенах были возможно башни еще остались так спускайтесь ну вот пиздец я просрал вот из-за того что затупил у меня пехота вот это копейщиков я просрал эти будут до конца битвы подниматься я понял короче лучше так больше не делать так где где моя конец а сюда на помощь стратегу по идее он должен быть посильнее конечно но может погибнуть они еще не отступают там еще пехота идет где вы ебаный в рот у любой победы теперь будет кровавый прикус ваш царь был убит в бою сука это день триумфа ваш тримлян мертв его единственной наградой будет погребальный костер блять и за вас пидорасов блять вся эта хуйня пришлось блин конечно бросать полководца на помощь если бы они бы выиграли вот здесь вот этот двор они бы были залезли бы соответственно на стены бы пехоты своими там блярцы любые пляс так ну все идите это центр чё здесь поражение но это вообще такая глупость блин а вот чем дело в башне застряли надо давать им полностью выйти короче башни они время они в боговыми лучше лестнице используя использовать до потерь будет больше но они четче будут лазить блин слонов потерял лидера фракции потерял так молоды здесь будем ждать пехоту нашу она уставшая нет не уставшая так вроде башни то моя должна быть уже нет попробуем пострелять снизу с копейщиком драться клонимся не буду а отлично вот так надо было действовать ну и учимся учимся ой они убили пехоту прикол а я от них убегал вроде дала приказ ну ладно коли так ну чё там кто остался вот здесь очаг сопротивление или нет вот но это все убегает я не вижу больше противника почему победу то не дает они же бегут слоны пропали может вышли за край карты ну вот такие штурмы время что-то в этом есть плюс я конечно многое подзабыл хотя где-то год назад а может больше проходил долго достаточно компанию загреться но там победа сладко покрепче войска конечно и она еще слаще от того что одержано так решительно да пипец как сладкая обмазался весь сахаром блин и и ждем и поработить уничтожить жителей осталось 2000 нормально чё там за войска то вообще есть ну ладно хоть такие войска пополним сразу здесь надо ставить казармы сразу четыре хода как долго ремонтировать ничего не надо да удивительно так ну и что у нас там слоны остались слоны остались а мы же не можем без правителем действовать забыл я могучий полководец ну вот на эту должность подходит хелест бал поучиться бы ему конечно ну ладно в армии получишь мой повелитель ставить паруса здесь еще лазутчик да мой господин вот это на следующий уже ход могучий полководец нормально вот тогда мы сможем преодолеть вот этот рубеж виде условия найма при наличии правителя так что тут еще нанять то ну во первых казарма первостепенно пехоты здесь много копейщиков я отправлю на переобучение эта армия напрягает она может и вы маме переправиться на пускай мечники вот так приказы она не получится храм сатурна можно будет снести кстати да порядок чуть снизился но ничего страшного остальное все будет над стройкой нашей закрыт то есть влияние от чужой культуры будет минимальным только вот дворец правительства сожалению ничего с не сделаешь пока город не расширится он будет быстро расти давайте познакомимся с самой непосредственно провинции торговля здесь вообще никакой нет торговли базовый уровень земледелия средний ну короче не пустая провинция главное ее назначение это будет форт пост это в главная крепость будет перед римом так новый лидер прошу любите жаловать феофан честный герой иберийских войн кто там ему наследует бомелькар бомелькар сидит в карфагене ну логично бурх уже слишком стар дорога молодым это младший сын ганона наследниках вот я назначить перезначить в любом случае на запись не буду у меня почему-то вылеты происходит когда я нажимаю эту штуку а вот без записи нормально не пойму в чем дело ну приходится принять это как правило игры так есть еще деньги у скоро у нас расширится коралис это это добрые вести так лилиби я пожалуй поставлю расчистить расчистку земель то здесь вообще ничего и денежку на и наставим так давайте посмотрим новый карфаген новый карфаген еще расти и расти возьмем пехотинцев построим канализацию вот что я хотел то я и сделал так что здесь газ трубал да к сожалению погиб от копий наверное римлян или пилума или еще чего то ну вот собственно на этом наверное шестую серию стоит завершить вот 6 серию же это у нас 20 но почти 30 ходов за 30 ходов я захватил получается два региона новый карфаген и миссана да это стратегически важные такие места но играется интересно никого покраски нет конечно надо еще отдать должному стилю прохождение вот я не рашу я видите но наверное стоило бы вести экспансию первую очередь ну блин как они там нумидийцы нумидию но я предпочел с ними торговлю кстати деньги хорошие шли от торговли предпочел с ними торговлю хотя понимал что война с ними будет неизбежно и они за это время усилятся но так интереснее же согласитесь вот и это что-то на что-то похоже да вообще компания чем если бы с первых ходов я хорошо бы вот это все закрашивал закрасил бы всю Африку у меня вообще был стопроцентный тыл и я просто бы уже два направления шел Испания и Италия да вот нет здесь будет этот процесс растянут просто сам процесс становления он гораздо интереснее чем ты уже непосредственно империи да идешь катком по карте вот так вот она игра протекает мне это определенно нравится в этой компании ну вот за всем все вам прекрасного вечера играйте в любимые тоталвары скоро услышимся пока пока а